Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, с вами Руслан Жукаев. Сегодня в городе Герои Севастополя открылся единый центр кавалерии и кинологии. К этому замечательному событию причастны и Карачаева Черкесия. 18 лошадей, которые в настоящее время вошли в ядро кавалерии родом из нашей республики. По поручению главы Карачаева Черкесии, табун был отправлен на Крымский полуостров в связи с обращением губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Дело хорошее и важное, кинологический центр будет помогать бороться с преступностью. До этого конных дозоров у них никогда не было. Рашид Имрезов отметил, что при центре будет открытый детский клуб «Конная школа», где бесплатно смогут заниматься юные севастопольцы, в том числе и дети с ограниченными возможностями здоровья. В Черкесии определили финалистов всероссийского телевизионного конкурса «Тэфи-регион». В этом году телестудии со всей России представили более 500 работ. Как прошла церемония награждения, расскажет Мурат Жанкёсов. В мероприятии приняли участие оригинальные кинокомпании, студии, продюсерские центры, объединения, телекомпании и редакции программ. Конкурс проводится по 18 номинациям в двух тематических направлениях – информационное телевещание и просветительское и развлекательное телевещание. В этом году в номинациях представлены 500 одна работа. География участников практически все регионы страны. В Черкесии приехали из Южно-Сахалинска, Хакасии, Иркутска, Астрахани, Новосибирска, Рязань, Кирова и многих других городов и регионов. Хороший рад, что некоторые из вас уже предложили свои проекты, прямо в часах мы едем занимать эти проекты в одну высококровную деревню. Мы здесь для этого, для того, чтобы вам здесь у нас было хорошо. Поэтому спасибо. Конкурсантам всем желаю удачи. Конечно, дойдет нам до немного, но в следующий год, я уверен, вы будете делать материалы еще лучше. И когда снова приедете к нам, уже забавили. Финалистов, а затем и победителей конкурса определяет жюри, состоящие из профессионалов медиаиндустрии, известных телеведущих, журналистов, членов Академии российского телевидения. У каждого родителя, у каждого взрослого человека есть свой взгляд на воспитание детей. И здесь мой именно авторский взгляд, именно то, как я вижу эту проблему, и то, как помочь детям, как сделать так, чтобы наш мир, мир детства достал безопаснее, если можно так сказать. Честно, очень, поэтому удивлена и очень рада, говорю, вот, ну, трясутся руки, это еще не победа, это финал, но для меня это уже огромная победа. Финал и заключительные мероприятия Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-регион» пройдут в Санкт-Петербурге с 23 по 26 ноября. Мурат Сеньюзов, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. До финальной части телевизионного конкурса «ТЭФИ-регион» в Черкесске участники и гости мероприятий также имели возможность общаться с мэтрами отечественной журналистики и участвовать в мастер-классы, которые они проводили. В формате паблик-тока об особенностях профессии с теми, кто выбрал в сезю служения телевизионному искусству, пообщался и член Академии российского телевидения, продюсер, популярный телеведущий и шоумен Дмитрий Дебров. Ахмат Халкечев продолжит тему. Вопросы были не только о профессии, но и о творчестве, музыке, языке и литературе, то есть обо всем, что действительно делает журналиста ближе к своей аудитории. Ну а на вопрос, как на телевидении не выгореть эмоционально, Дмитрий Дебров ответил, что наша профессия – это прежде всего призвание. Тот, кто приходит на телевидение без призвания, выгорает в первую же секунду. Он выгорает в первую же секунду. Ты не можешь прийти на телевидение иначе, как только с ощущением, что только что ты пришел в дело, которое важнее тебя и даже твоей жизни. Тот, кто идет на публичность с целью показать то, насколько он умен и непримирим к тем или иным эстетическим и мировоззренческим вещам, не журналист. Названия поверенного между властью и обществом имеют право только тот человек, который действительно озабочен тенденциями, которые, как ему кажется, губительны, либо наоборот, перспективны для развития. Подытожил Дмитрий Дебров. Современному телевидению не хватает телевидения. Вместо него либо успокаивающие невротиков картинки родных просторов, либо ток-шоу, которые скорее напоминают грызню на коммуналке. Это не телевидение. Даже и те, кто знает все истину своей профессии, но неустанно стремится к росту, отмечали, что подобные встречи с мэтрами в таком формате всегда интересны и важны. Ведь, как известно, совершенству нет предела. Каким бы ты ни казался крутым в своих глазах, всегда есть куда расти. Поэтому такие встречи, конечно, они много чего дают в профессиональном плане, но еще, конечно, где-то вдохновляют. Кроме состоящихся мастеров пера, возможность задать свой вопрос Дмитрию Деброву, услышать его мнение получили будущие журналисты и те, кто делает только первые шаги в этой непростой стезе. Очень много полезной информации сегодня я получил за столько короткое время. Он смог до нас донести, что такое, как должен себя вести журналист. И вопросы из зала тоже очень помогли разобраться. Теперь будем заниматься. Ну, я согласна с Дебровым и с тем, что реально нужно сначала посмотреть на аудиторию, как будет вообще принят контент, который мы будем готовить. Но я очень рада тому, что я поговорила с ним. И то, что он дал нам такие значимые советы, которые я, пожалуй, использую в работе нашей телестудии. Очень много интересной информации, о которой не задумываешься, пока ее не скажут. В целом, очень здорово было. Ахмад Халкечев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Министерство строительства России объявило конкурс по благоустройству общественных территорий, малых городов и сельских поселений и расширило квоту для городов с населением до 200 тысяч человек. Республиканский центр «Мой бизнес» совместно с мэрией города Черкеска включили проект благоустройства малого пруда в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» для участия в конкурсе. Подробность и у Алихана Лепшокова. В случае победы нашего проекта мы сможем благоустроить территорию малого пруда парка культуры и отдыха «Зеленый остров» в республиканской столице, отмечают представители центра «Мой бизнес». По подобному конкурсу проходили и одержали победу такие проекты по благоустройству парковой зоны Усть-Джигуты и парка «Зеленый остров» в Карачаевске. До конца октября месяца будет подготовлена проектная заявка для участия в конкурсе, объявленном Минстроем России. Жители столицы республики также могут оказать поддержку данному проекту. Граждан прошу активно участвовать во всех опросах. Они размещаются в соцсетях мэрии, на всех их официальных ресурсах. И суть конкурса такова, что при разработке каких-то архитектурных решений или конкретно места, где это будет делаться, в первую очередь учитывается мнение горожан. Это и является критерием оценки для Минстроя, поэтому просьба всех максимально поддерживать этот проект. Проектную заявку подготавливает республиканский центр «Мой бизнес» совместно с мэрией Черкесской проектной группой «Ярус». По проекту на территории Малого пруда парка культуры и отдыха «Зеленый остров» будут проводиться облагораживания территорий Малого пруда, будут установлены пешеходные и велодорожки вокруг Большого пруда, а также создание всех условий для комфортного отдыха жителей города. Вокруг Малого пруда сделать зону променада со скамейками, освещением, урнами и всем, что необходимо. Также планируем установить зиплайн. Мы знаем, что «Зеленый остров» у нас, скажем так, в низменности находится, и от частного сектора на перепаде высот можно сделать зиплайн. Также летний кинотеатр с экраном с одной стороны озера и посадочными местами. Это будет такой пирс, несколько уровней, где можно будет сидеть и смотреть кино. Конечно же, санитарная зона и, скажем так, благоустроить нашу спортивную площадку волейбольную, там, где песчаный у нас такое покрытие. Мы уверены, что в случае победы нашего проекта «Зеленый остров» преобразится и станет уютным уголком для отдыха, уверяют представители центра «Мой бизнес». Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Днем будут порывы до 15-20. Температура ночью 6-11, в горах до плюс 5, а днем 17-22 градусов тепла и местами до плюс 17. В Черкесске без осадков, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Днем будут порывы до 15-20. Температура ночью 8-10, а днем 17-19 градусов тепла. Вы ее ждали? Новая коллекция шуб, пальто, курток по низким ценам. Рассрочка без переплаты и первого взноса. Ждем вас. Кавказская 42. Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкесск. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Сегодня Карачаево-Черкесия присоединилась ко всероссийской открытой тренировке по самбо. В спорткомплексе «Мамлюк» в рамках нового партийного проекта «За самбо» тренировку для нескольких десятков ребят провел мастер спорта международного класса Пелял Байчоров. Мероприятие также было приурочено к отню рождения президента России Владимира Путина, которому сегодня исполнилось 70 лет. На вопрос, какой любимый вид спорта президента России Владимира Путина, большинство респондентов наверняка ответят «Дзюдо». Но прежде чем заняться им, действующий глава государства еще в школьном возрасте пробовал свои силы сперва в боксе, затем в самообороне без оружия. Именно под руководством своего первого тренера по самбо Анатолия Рохлина он стал мастером спорта, а чуть позже начал постигать азы японского боевого искусства. Сегодня Карачаево-Черкесия присоединилась к всероссийской открытой тренировке по самообороне без оружия. Мероприятие приурочили и ко дню рождения президента России, которому сегодня исполнилось 70 лет. В спорткомплексе «Мамлюк» занятие для нескольких десятков ребят провел мастер спорта международного класса Пелял Байчоров. Со всех залов собираемся и совместную тренировку проводим. Самбо мне больше нравится из-за того, что он наш отечественный вид спорта. И спортсмен, который занимается самбо, он может за себя постоять, за своих близких постоять. Этой открытой тренировкой в Карачаево-Черкесии был отмечен старт партийного проекта «За самбо». По задумке инициаторов главной задачей программы является привлечение молодежи к занятиям спортом. Цель проекта – сохранение здоровья детей и популяризация культуры здорового образа жизни подрастающего поколения. Всего в ближайшее время планируется по всей стране запустить более 5000 спортивных залов. Высока вероятность, что в скором времени проект станет частью образовательной программы. На федеральном уровне действительно обсуждается возможность введения тренировок по самбо в качестве одного из школьных уроков. А если к этому добавить открытие в регионе новых секций и спортивных залов, в том числе в сельской местности, обучение тренеров, можно не сомневаться, что поставленные «За самбо» цели непременно будут достигнуты. Артур Махц, Олег Малхожев, Вести Карачаево-Черкесия. От улыбки хмурый день светлей. Сегодня Всемирный день улыбки. Это праздник всех тех, всех позитивных людей. Улыбка говорит об открытости, коммуникабельности и жизнерадостности человека. О пользе улыбки знают, наверное, все. Улыбающиеся люди выглядят моложе, живут дольше и располагают к себе окружающих. Давайте улыбнемся вместе сейчас с Альбиной Курачиновой-Кенжевой. Первое официальное празднование Дня улыбки прошло в 1999 году. Всему виной Харви Болл – человек, придумавший смайлик, еще в далеком 1963 году. Именно в 1963 году Харви получил от страховой компании заказ на изготовление символа для рекламной акции, целью которой было поднять боевой дух сотрудников, подбодрить их. Недолго думая, Харви Болл нарисовал улыбающуюся рожицу желтого цвета и получил за это 45 долларов. Так его детище приобрело известность. Спустя 10 лет смайлик стал популярен во всем мире. Сейчас в своем виртуальном общении мы уже не можем обойтись без смайликов. Люди выражают свои эмоции с помощью солнечных кругленьких человечков. Улыбка дарит человеку и его собеседнику чувство позитива и легкости. Да и любая информация воспринимается лучше из уст улыбающегося человека, нежели нахмуренного. Мы провели опрос и решили узнать, много ли улыбающихся на улицах нашего города. А вы знаете, что сегодня Всемирный день улыбки? Да. Улыбка нужна человеку? И для чего? Обязательно. Обязательно. Обязательно нужна. Чтобы человек был в настроении хорошее всегда, чтобы было позитив. Позитив. Да. Спасибо. Часто вы улыбаетесь в течение дня? Постоянно. Нужно везде ходить с улыбкой. Что она делает, что она дает? Поднимает настроение. Ты радуешься всему, когда улыбаешься. Любая мелочь может привести тебя. Чтоб всем было хорошо. А вы часто улыбаетесь в течение дня? От настроения. Если встал утром, хорошее настроение, почему не улыбнуться? Ну, лучше всего с улыбкой встать. Чтобы радоваться жизни. Вообще не грустить никак. Жизнь создана, чтобы улыбаться. Что значит для вас улыбка? И сколько вы в течение дня улыбаетесь? Много. Очень. Ну, когда улыбаешься человеку, человеку приятно. Улыбаемся в день. Очень много. Особенно на уроке фармакологии. Много раз улыбаюсь. Ну, в улыбках, когда человек счастлив. Я улыбаюсь постоянно. Желаю всем, чтобы улыбались постоянно. Это настроение, радость. И радуем окружающих своей улыбкой. Альбина Курочинова, Кенжива, Расул Бердиев. Вести Карачаева, Черкисия. Это все вести на сегодня. Хороших выходных и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин